Дождливая погода пришла в Петербург, к сожалению, надолго. Синоптики прогнозируют частые обильные ливни до конца мая. Поселки Мга Ленинградской области долгосрочным прогнозам не доверяют. И потому собираются обратиться в региональный метеоцентр с просьбой помочь открыть в Амге альтернативную метеостанцию. С инициатором этой идеи познакомилась Анна Шустер. Для простых обывателей перегоревшая лампочка – это мусор. А для студента Вячеслава Першукова – основа научного прибора. Если заполнить ее водой и вывесить за окно, можно предсказать погоду. Если лампочка покрывается, соответственно, у нас маленькими каплями, то есть она запотела, там совсем маленькие-маленькие капельки, значит, дождя не будет. Если она покрывается крупными каплями, то это будет дождь. И он будет достаточно продолжительный. Больше четырех часов – это точно. Обитатели мегаполиса смотрят прогноз погоды в интернете. А вот жители маленького поселка Мга, где родился синоптик-любитель, следят за славянными расчетами. Свои прогнозы юноша публикует в социальных сетях и на дверях поселкового магазина. Он через каждые два дня вывешивает свои вот эти вот записи метеорологии. Славик, мне кажется, более правильно, более правильно у него, значит, этот самый вывешен график этой погоды, чем по телевидению. Пока в прогнозы Вячеслава верит только женская половина МГИ. Но в скором времени метеоролог собирается убедить в достоверности своих предсказаний и мужчин. Согласно народным приметам, при низком давлении воздуха рыба клюет хуже, чем при высоком. Чтобы это проверить, Слава недавно соорудил карманный барометр. Вставляем в трубку шприц и запускаем воздух. Соответственно, у нас в трубке появилась вода, мы ее можем видеть. Вот она. То есть она слегка выходит из воды. Если она находится на таком маленьком уровне, это означает, что дождя не будет. То есть погода будет наблюдаться примерно как сейчас. Если вода и воздух в трубке пойдет медленно вверх, значит будет дождь. Если он будет подниматься резко, то есть с большой скоростью, значит ожидается буря. Жители МГИ привыкли определять погоду более простым способом – поросе и цвету заката. Приборы же, собранные Вячеславом, кажутся старожилам слишком мудреными, а предсказания не совсем верными. Синоптики не минеры. Им свойственно ошибаться. Вячеслав правильно прогнозы составляет, но дни не угадывает немножко. Да? Да. Чтобы сделать свои прогнозы более точными, Вячеслав сейчас собирает деньги на строительство домашней метеостанции. Параллельно с этим он готовит письмо в гидрометеоцентр. Юноша предлагает ученым открыть в МГИ новое отделение по изучению народных примет, чтобы согласовывать прогнозы. Ведь Центральное бюро погоды было организовано всего 85 лет назад, а наблюдениям предков больше тысячи лет. Анна Шустер, Невское утро.